Дмитрий Попов, кандидат психологических наук, экс-сотрудник подразделения антитеррора СБУ, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Итак, давайте начнем наш разговор с этого самого гаванского синдрома. Как пишут расследователи, они нашли связь с Россией с атаками на американских дипломатов. Серьезные проблемы со здоровьем у них как раз появлялись вскоре после приезда в города, где они были агентов российской военной разведки. Но вот при этом американские спецслужбы назвали маловероятным то, что служащие заболели из-за России или какой-то другой страны. Если у России действительно такое нелетальное оружие есть, для каких целей она может его применять? Или тут сама РФ может быть заинтересована в том, чтобы все думали, что у нее что-то подобное есть? Ну, я вас разочарую. На самом деле, подобные исследования проводились за мной, и пионером будет являться Франция. Тогда это были исследования на так называемом импразвуке, там 6-7 Гц, которые для человека вызывают приблизительно подобные симптомы. Так вот, приборы эти по своему объему, они равны приблизительно такой хорошей большой легковой машине. То есть, а вот все вот эти доказательства, которые предъявляют журналисты, они видят только людей. И, очевидно, в нем какая-то очень маленькая, ну, грубо говоря, там, очевидно, что-то вроде пистолета по объему, который под пиджаком, под одеждой. Это невозможно. На сегодняшнем витке научно-технического прогресса подобное оружие будет занимать очень большие объемы. Ну вот хорошо. А то, что информация такая появляется, это может быть выгодно России, чтобы использовать как психологическую атаку, например? Как ИПСО? Да, это действительно выглядит как ИПСО. И сейчас дело в том, что клика Путина, она действительно проводит несколько таких мощных ИПСО. Одна из них это то, что Украина это террористическая страна, привязывая ее белыми, даже не нитками, а канатами к ИГИЛу. Второе ИПСО это то, что Россия готова на длительную затяжную войну. И вся Европа истощится, пока Россия не победит. А Россия никогда не истощится. Третье теперь, что вот есть такое вот мощное какое-то там космическое, я космическое в кавычках говорю, оружие, которое способно влиять на психику человека. Четвертое, то что у них гипер-упер-звуковые ракеты, которые никто сбить не может, но Украина почему-то силами патриоты выдабивает. Ну и так далее. То есть там ИПСО за ИПСО идет. И, кстати, они находят своего потребителя. Они находят и свои бонусы они с этого снимают. То есть оно может быть действенно. Вот такие ИПСО? Ну, конечно. Они же воздействуют на простого избирателя. То есть, если, допустим, в России избиратель ничего из себя не представляет, и там надо воздействовать на ближайшее окружение, то у России руки развязаны, она ложью работает на простого избирателя. А это, как правило, не сильно образованные, не сильно люди, обладающие критическим мышлением. Ну, потому что сама Европа, Штаты, они не обязывают человека обладать критическим мышлением. Там все хорошо, все отлажено, механизмы работают. Зачем там критическое мышление? Там никто никого не обманывает. Давайте перейдем к событиям в самой России. Теракт в Крокусе. Накануне появилась информация, что Следственный комитет РФ проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма. А все из-за того, что она назвала публичной пыткой жесткое задержание граждан Таджикистана, которых как раз обвиняют в этом теракте. То есть пытки задержанных, отрезание ушей, ток, это по версии россиян получается нормально, ведь по видео из суда видно, что задержанных, скорее всего, ну, очень жестоко били. И они всего лишь подозреваемые, их вина еще не доказана. Да, вы абсолютно правы. И, кстати, в этом отношении меня удивила госпожа Симоньян, которая сказала, ну, по-моему, вчера она сказала, что она будет добиваться того, что человек, который отрезал ухо, чтобы он не повлек за собой никаких наказаний, и чтобы его освободили от всей ответственности, потому что это правильно, когда мы отрезаем ухо Таджику, который только что убил очень-очень много-много-много-много хороших русских. Ну, вы правы, это все не доказано, это все подследственно, это все подозреваемо. Я вам скажу, прежде чем подойти к основному ответу, последствия, которые прошли. То есть уже в России опубликовано, что задержали фотографов, которые фотографировали могилу Навального, и им военными сапогами оттоптали руки, там, вплоть до того, что до повреждения суставов и до переломов пальцев рук. Ну, то есть для фотографа это, в принципе, инструмент рука, там надо чувствовать такой случай. В Белоруссии подхватили, и в Белоруссии одного блогера выловили, который занимался, ими, к сожалению, пока не знаю, который занимался, ну, не пропагандой, но деятельностью, не поддерживающей войну. Ему тоже отрезали часть уха, для того, чтобы человек понял, что так делать нельзя. То есть, то, что мы видим вот в зале суда, на этих кадрах, особенно меня впечатляет один человек, который там с катетерами и с мочеприемником, совсем невменяемый, у которого там еще и глаз вытаскивали, как говорят. В общем, вот эти все жестокости, и, ну, неандертальщина я это называю, которые невозможны ни в каком юридическом процессе, и любой уголовный кодекс, любой административно-процессуальный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, это все будет отметать как доказательство. Даже российский кодекс это должен отместить как доказательство. То есть, суда там никакого нет. То есть, мы переходим, ну, не мы, Россия переходит в опричнину. То, что было описано в фантастическом произведении Сорокина «День опричника». То есть, самосуд при малейшей информации, что этот человек может быть причастен к антигосударевым или еще каким-то действиям. Я вам точно скажу, что это к позитиву на территориях огромной Российской Федерации не приведет. И вопрос времени, когда это все будет выливаться в какие-либо протесты. Ну, то, что россияне по-зверски пытают людей, это давно известно. Вспомнить хотя бы то, что они сделали в Буче или делают с украинскими военнопленными. Но ранее как-то пытки не выставляли российские власти на показ, скажем так. А тут видео прямо отрезания ушей именно силовиками. Зачем это выкладывать? Какая цель? Тут просто. Все. Ну, как я это вижу, снова с психологической точки зрения. Дело в том, что вот эти кровавые штукатуры, ну, естественно, вряд ли эти таджики причастны, по моему мнению, к самому теракту. Там исполняли другие, это подставные лица. Но их сейчас принято с легкой руки невзорова называть кровавыми штукатурами. Они на самом деле смогли привлечь всю страну, внимание всей страны и страх всей страны к себе. А в России дело в том, что бояться должны только Путина и его силовиков. А тут получается вот не складуха. То есть получается, что кто-то начал бояться другого. И вот для того, чтобы в кратчайшие сроки вернуть страх на свое место, для тем, кому надо, и провели, я думаю, что это все вполне целенаправленно и более того, было санкционировано. То есть показатель того, да, вот они звери, но мы зверее, поэтому бойтесь нас. И снова возвращаемся к опричнине. То есть опричники так и действовали. Что если опричники приходят, это еще времен очень древней царской России, то страшнее их уже ничего не было. Поэтому самый страшный это царь, самый страшный это Путин. И надо его бояться и слушать. Вот после этих публичных пыток в СМИ начала появляться информация о подобных случаях, которые произошли еще ранее. Вот, например, видела информацию, что мать спасателя из Иркутской области обратилась за оглаской в медиа. Она добивается расследования, потому что, говорит, силовики еще в сентябре прошлого года незаконно задержали ее сына, пытали, били электрошокером. Там следствие сейчас идет, но вот пока медленно. Но точных данных, сколько таких случаев в России, власти не публикуют. Но их же явно не десятки, не сотни. И такое впечатление, что в российской правоохранительной системе это норма. А почему? Из-за безнаказанности может быть. Ну, я бы назвал это не правоохранительную, а правонарушительную систему. Почему? Потому что задача небольшой кучки населения, ну, давайте, скажем, социаловиков, там, всех вместе, там, на 2 миллиона, на 140 миллионную Россию. И вот эта система делает все, чтобы путем манипуляций, угроз, насилия, подчинить остальную массу людей себе. И поэтому, да, у них руки сейчас развязаны, таких случаев не, вы правы, их не десятки, не сотни, их тысячи. Но, когда вступаешь в спор с системой, особенно в России, это практически невозможно что-либо добиться. И, кстати, по этому поводу есть фильмы, которые не запрещены в России. Например, фильм «Левиафан» или фильм «Майор», которые напрямую говорят о том, что происходит, когда люди попадают в жернова системы и идут против нее, там, в частности, правоохранительные органы. И, кстати, не последние актеры российские сняты в этих фильмах. То есть, если фильмы уже снимают, это совсем не фантастика. То, понятное дело, что это явление распространенное. Но, кстати, вот говоря по поводу электрошокеров, вот этот ТА-57, телефонный аппарат армейский, который присоединили к гениталиям, это очень страшная пытка. И, поверьте, там разряды токона, они не смертельны абсолютно, но они настолько болезненны, что человек, который к ним подключен, сознается и в том, что он и Кеннеди убил, и разрушил сексинскую капеллу, в чем угодно. Да, это страшные муки. Я думаю, многие украинские военнопленные, которые пережили пытки в российских тюрьмах, я думаю, это все прекрасно понимают. Давайте возвращаемся к теме теракта в Крокусе. На Первом канале в России на полном серьезе рассказали о чипах в мозгах террористов. В субботнем эфире программы «Время покажет» бывший глава российского бюро Интерпола Владимир Овчинский заявил, что, мол, западные службы могли вживить вот эти чипы террористам. А как такое вообще могут смотреть и слушать россияне, а некоторые еще даже и верить? Не некоторые. Я думаю, что верят большое количество людей, которые это слушают. Почему? Потому что там есть такое... Когда я еще общался со своими родственниками россиянами, бытует такое мнение, что если говорят по телевизору, это чистая правда, и телевизор жрать не может. И это не зависит от уровня образования человека, не зависит от уровня его жизненного опыта. То есть вот такое там правило. Еще второе правило. Царю виднее то, что царь принимает решение, он все видит, он все знает, а мы люди маленькие, нам выполнять. Вот такие два постулата там работают. Поэтому то, что сказал этот генерал, жалко, что он только не вышел в шапочки из фольги, которая помогла бы ему избежать излучения, которые наверняка несутся потоками частиц в студиях Соловьева, Скобеева, Киселева и так далее. Ну это, безусловно, это не просто на голову не налазит. Но вспоминаем Геббельса. Если хотите, чтобы люди восприняли ложь, она должна быть чудовищной. Ну я немножко перефразировал, там цитата не такая, но смысл ее такой. И получается, что вот эта вот чушь, то, что это вот люди, которые действительно с чипами. И, кстати, не зря там он припрел Илона Маска. То есть вот эта манипуляция не так и работает, что приплетаются какие-то живые существующие объекты к той информации, ложной которой подается. Да, действительно, там Илон Маск проводит эксперименты с чипами, но там другое. Там чипы вживляются на то, чтобы человек мог управлять мышью и мог силой мысли управлять компьютером. Все. А там сразу прозвучало, что из свиней делают людей, в Туде сказали, а тут наоборот из людей сделают свиней. В общем, вот эта вот бредятина, она как раз на благодатные уши российского обывателя, которому телевизор не врет, а Путин всегда прав. Все по методичке, так сказать. Видео изнутри Крокуса, мы вот видели эти кадры опять во время самого теракта, оно вызывает много вопросов. А на что вы лично обратили внимание? Ну, мне очень понравилось, что люди в синем, так называемые, да, когда-то мы все любили фильм «Люди в черном», а теперь мы смотрим на людей в синем. Вот-вот, да, вот эти вот все, которые мало того, что проводили съемку, еще и отдавали команду. Но, а ведь их тоже снимали, причем целенаправленно и не прерываясь. А кто же их снимал? Люди в красном, люди в розовом, еще кто-то. То есть, вот эта вот двойная-тройная съемка говорит о том, что причастны еще какие-то организации. Ну, скорее всего, это спецслужбы. Что еще очень важно, это то, что люди настолько уверены, что к ним ничего случайного не прилетит, вы простите, я выслужил в антитерроре, и там можешь быть спокойным, только если знаешь, что твой сектор не будет обстрелян. То есть, эти люди знают, что их сектор обстреливаться не будет. И, кстати, они там достаточно, ну, я не скажу, что очень компактно, но достаточно компактно расположены по зрительному залу. И можно сказать, что они на 100% были уверены, что к ним не прилетит. Уж очень они себя спокойно вели. Ну, простите, настолько быть эмоционально отмороженным, когда внизу слышны автоматные очереди, ну, это надо быть, ну, совсем отмороженным, или знать точно, что происходит в этом зале. То есть, быть частью этого плана. И второе, конечно, поражает сходство вот того человека, который снимал, а потом в Балаклаве отрезал ухо. Да, сходство есть, но, снова, нам не позволяют снимке говорить, что это один и тот же человек. Да, действительно, он похож. Но, вот все то, как это организовано, еще, я абсолютно уверен, что со спины, когда показывали террористов, которые производили очень качественные манипуляции с огнестрельным оружием, на уровне подготовки не меньше, чем полгода, это другие лица. Это не те, кто, вот эти вот кровавые таджики, это не они. Почему? Потому что настолько затравленных людей перед камерами, которых пытали, я игиловцев еще никогда, да и вообще не видел никаких террористов, которые так бы себя вот вели, как они, как затравленные кролики. И еще, если даже человек, завербованный по телефону с алофитом, и даже если он за какие-то деньги исполняет, то при его захвате и при оружии он все равно будет оказывать сопротивление. К тому же, если это все-таки человек, причастный к игилка. А мы не знаем вообще о том, что при захвате там в Брянской области вообще было какое-то сопротивление. То есть такое чувство, что просто подошли, постучали в машину, сказали, а ну-ка выходите, поднимайте руки, мы его сейчас будем бить и пытать телефонным аппаратом привязывать его к гениталиям. То есть приблизительно так все и получилось. Поэтому очень много вопросов у меня. Ну и, конечно же, вопросов по менеджменту. То есть, почему туда силовики пришли так поздно, почему они бездействовали и так далее. По поводу реакции Путина на теракт. Недавно нашим коллегам вы сказали, что это выступал двойник. Почему вы так думаете? И мог быть для диктатора этот теракт тоже неожиданностью. Ну, на самом деле, показатель того, что человек вышел через 19 часов в эфир, это показатель того, что он до конца не был уверен и не знал, как на это среагировать. То есть, было бы правильно, если бы лидер на АЦ, альфа-самец, неважно, это двойник, тройник, сразу же выскочил и сказал, что ай-яй-яй, мы всех убьем, мы всех как там они любят, мы всех ограбим, как мы любим, все сделаем так, как по закону положено, ну, в скобычках по закону. Но нет, он 19 часов где-то ждал. Почему это двойник? Я же, как меня называют, я путинолог. Дело в том, что я действительно с 2015 года плотно занимаюсь определением, где двойник, а где оригинал. И я это провожу через антропометрию черепа, через определенные расстояния на лице диктатора, которые не совпадают с двойниками, их соотношение. Ну, и поведение, безусловно, это, в данном случае, меня бункерный, это оригинальный бункерный. Кстати, он жив, поэтому привет профессору Соловью, который его давно уже держит в морозильной камере, это не так. Бункерный двойник, тот, который дзюдоист, и тот, который пришел к власти после смерти Ельцина, он жив, и он работает президентом России. Но выступал в этот раз не он, а выступал двойник. На самом деле, оригинала в этом году я видел всего один раз, а все остальное — это двойники. Двойник выступал на послании федеральному собранию. Не двойник, а оригинал выступал на послании федеральному собранию. А уже интервью с Карлсоном и прочие все выступления — это уже двойники. Спасибо большое, Дмитрий, за ваше мнение, за ваше время, за то, что вы смогли поговорить с нами и обсудить такие интересные новости. Дмитрий Попов, кандидат психологических наук, экс-сотрудник подразделения антитеррора СБУ, был сегодня на связи с Фридомом. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем ютуб-канале Фридом. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова